Этот взрыв ознаменовал начало строительства новых тоннелей через гору в прибрежном районе Рио-де-Жанейро. На нем присутствовал мэр города. Задача проекта – построить два шоссе, которые свяжут южную часть Рио-де-Жанейро с западной. В 2016 году в городе должны состояться летние Олимпийские игры. Дополнительные трассы разгрузят существующие дороги, по которым ежедневно проезжает до 70 тысяч автомобилей. Также новые дорожные артерии облегчат доступ в Олимпийский парк и Олимпийскую деревню. «Этот проект, возможно, один из тех, которые наиболее тесно связаны с Олимпиадой. Это важно для передвижения участников Олимпиады между районом Бара-де-Ти-Жука и южной частью города. И очевидно, что данный проект принесёт пользу этому транспортному коридору. Даже при наличии здесь метро поток автомобилей из Бара-да-Ти-Жука в южную зону очень большой». Прокладку тоннелей и шоссе планируют завершить к марту 2016 года. Олимпийские объекты будут располагаться в разных частях города. Они будут связаны между собой тоннелями и путепроводами, которые обеспечат быстрое передвижение участников и гостей Олимпиады. Летние Олимпийские игры 2016 станут первыми играми, которые пройдут в Южной Америке. В начале прошлого года Международный Олимпийский комитет серьёзно обеспокоился задержками при строительстве олимпийских объектов, ростом затрат и плохой координации. Однако в последние месяцы МОК выражает больший оптимизм в этом отношении. Мэр Рио-де-Жанейро, в свою очередь, обещает, что подготовка к играм 2016 будет завершена в срок.